Ну что ж, друзья, на дворе конец лета, и как обещали мы в прошлом видео, сегодня мы приступим непосредственно к копчению с помощью дымогенератора Финляндия. Единственное, что надо оговориться, что при распаковке в предыдущем видео я допустил некоторую оплошность. И выражалась она в следующем. Периодически я буду отгонять мух и ос, потому что данную выставку мы произвели как раз-таки для вас. Именно того продукта, который мы сегодня будем коптить. В общем, об моей оплошности. При распаковке я указал, что сопла горелки с технологическими отверстиями нужно располагать отверстиями вверх. Но при непосредственной эксплуатации дымогенератора Финляндии мы выяснили, что это расположение действительно неверно. И отверстия должны располагаться вниз. Потому что когда щепа прогорает, она забивает вот эти как раз отверстия и, соответственно, горение прекращается. Давайте поподробнее о тех продуктах, которые мы сегодня для вас и закоптим. У нас представлена местная сорожка, окунь, лещ, ну и, конечно, сало. Куда без него. Вчера вся эта рыба еще плавала в нашей матушке Волге, но хвалиться своими рыболовными приключениями я не буду, поскольку это сюжет не о том. Итак, немного подробнее по просолу рыбы. Так как лещ у нас среднего размера, а на улице жара, мне пришлось разрезать самых крупных со спины и выпотрошить. Просол обычный, как при засолке, для обычной сушки. 3-4 дня и отмачиваем 4-5 часов. Окуни я отмочил подольше, 6-7 часов, так как моя жена любит слабосоленую рыбу. А вот сало нужно засолить на 3 суток. Отчистить и отмыть от соли. Отмачивать его, в принципе, не нужно. В результате наших первых копчений для себя я решил, что для копчения наших продуктов подходит смесь щипы от яблони, ольхи и можжевельника. Ну, такой вот, как бы, пикантной смеси, она придает более какой-то приятный для меня, на мой вкус, аромат. Предварительно мы щипу в течение 15-20 минут высушивали на сковородке, чтобы уменьшить количество и содержание влаги в самой щипе. Все наши продукты готовы для закладки в коптильный шкаф, который я на скорую руку собрал из тех материалов, которые были, в принципе, на даче. Перейдем непосредственно к коптильному шкафу. Собрал я его из обрезков брусков, фанеры, листа ОСБ. Это все то, что осталось с ремонта кровли на моей даче. Так что собрать такой аналогичный при наличии шуруповерт, нескольких саморезов и остатков строиматериалов не представляется никакой сложности. Ящик я сделал вертикальным, так как этой осенью намереваюсь коптить трофейного судака на 3-5 килограмм. Коптильный шкаф у меня получился объемом 0,3 куба. Там я поставил 3 полки, но при желании можно это количество увеличить до 5. Такой объем коптильного ящика позволяет мне для своей семьи коптить порядка 30 килограмм без проблем продукта. Поскольку я не ставлю для себя задачу коптить на продажу, это чисто для своего использования. Внизу нашего коптильного шкафа я предусмотрел место для старого противня из-под духовки. Для того, чтобы облегчить себе жизнь при последующей чистке. Вывешиваем и раскладываем продукты так, чтобы они меньше касались друг друга и равномерно прокоптились со всех сторон. Героем сегодняшнего сюжета станет дымогенератор Финляндия на 2,4 литра. Подключаем дымогенератор к камере с небольшим уклоном вверх и вводной трубкой. Все наши сорта щипы тщательно перемешиваем между собой. Для этого подойдет обычный тазик. Засыпаем щипу в объеме 0,3 килограмма. Этого мне будет достаточно для 5-6 часов непрерывного копчения. Подключаем наш компрессор и в момент розжига даем ему максимальные обороты на подачу воздуха. Для поджига нам понадобятся две пьезовые зажигалки. Щипу поджигаем сразу с обеих сторон. Закрываем крышку дымогенератора. Проверяем все ли у нас нормально с тягой внутри коптильного шкафа, температура в котором не должна превышать 35 градусов. Прошло 4 часа. Наши продукты наверняка частично сготовились, не уверен за все. Но давайте посмотрим, что там есть. И сейчас будет самый эффектный момент. Ну, судя по аромату, частично наши продукты явно готовы. Такой золотистый цвет на рыбе. Замечательный. Он прям просится сегодня на наш стол. Давайте посмотрим, что с нашим лещом. А ты какой красавец, а! Посмотрите. В леще у меня сомнений нет никакого, поэтому, я думаю, две книжечки мы сейчас сюда положим. И снимем с них пробу. С салом, я думаю, конечно, нужно повременить. Все-таки дать ему немного более покоптиться. Хотя сейчас уже видно, что некоторые кусочки приобрели такой, вот какой, золотой цвет. Запах я вам через камеру не передам, но это действительно то, что доктор прописал. Ну, давайте отведаем, снимем пробу и, если что, забросим. Перейдем к нашему столу. Ребята, какой прекрасный золотистый цвет у нашей рыбы. Сало мы пока не попробовали, честно скажу. Но вот рыбки маленький кусочек я уже куснул. Это незабываемо. Но, опять-таки, сегодня пятница. В вечер мы приложили немного труда, честно говоря. В этом нам помогла коптильня Финляндия. Давайте попробуем. И, ну, какой вечер, пятница без алкогольного, пенного напитка с такими замечательными друзьями. Ну что, попробуем. Я не против и сала. Ну вот, первый человек попробовал сало и спросим его ощущения. Ну, надо еще. Вкус очень приятный. Отлично. Очень приятный. По-моему, готово. Классно. Ну, давайте поклассу. Друзья, спасибо коптильни Финляндии за то, что сделала сегодня наш вечер. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!